Достопримечательность Нью-Йорка, знаменитый отель Челси, выставлен на продажу 19 октября. Некоторые знаменитости называли его своим домом. Челси – это место, где Дилан Томас умер от алкогольного отравления и где басист Секс Пистолс убил свою подругу Нэнси. Именно здесь Артур Кларк написал свою «Космическую Одиссею-2001», а Энди Уорхол отснял большую часть фильма «Девушки из Челси». Здесь останавливались такие звёзды, как Мэрилин Монро, Артур Миллер, Боб Дилан и Мадонна. 12-этажное здание построено в стиле королевы Анны и украшено оригинальными железными балконами, которому уже около 130 лет. Отелем строение стало в 1905 году. Почти век знаменитый отель привлекал известных артистов, литераторов, режиссёров и музыкантов. Главный управляющий Челси говорит, что в этом здании многие люди искусства создали свои лучшие творения. «Это продолжалось довольно долго. И это был просто рай для многих художников и музыкантов, которые выбрали отель местом, где они создали лучшее, что могли создать в своей сфере искусства». Романист Дэвид Линтер, который живёт в Челси уже 17 лет, рассказывает, почему этот отель не был похож ни на один другой. «Мне нравилось, что никому не было дела ни до кого. Если ты хотел посидеть в тишине, то так и было, и никто тебя не беспокоил. Если ты хотел танцевать или делать что-то другое, никто даже не глянул бы в твою сторону. Никому не было абсолютно никакого дела, кем ты был и чем хотел заниматься. И это было для меня идеальным местом». О цене Челси пока не сообщается.